Александра, как вы считаете, что на добро надо отвечать добром, на зло, справедливостью, не ждать следующих жизней, а когда к человеку вернется бумеранг кармы, и он не будет понимать и помнить, за что ему это, а в этой жизни, по крайней мере, энергетически наказать? Александра, если вы считаете, что вы понимаете, почему произошло то или иное событие, и вот вы уверены, что вы невинные, это вот какой-то человек по отношению к вам как-то поступил, это он виноват, а вы ни при чем, то если посмотреть шире, в действительности, если какой-то человек по отношению к вам совершил какую-то несправедливость с вашей точки зрения, и вы его хотите в кавычках наказать, то есть вероятность, вы хотите наказать самого себя, потому что этот человек с негативом или с неправильными поступками никогда бы около вас и не появился, если бы у вас не было кармы, этот урок пережить. Поэтому кого вы будете наказывать? Это знаете, как иудейские законы, око за око, зуб за зуб. В свое время Махатма Гадни сказал удивительную вещь, но она по сути отражает действительность. Он сказал, что если бы во всем мире практиковали этот иудейский закон око за око, зуб за зуб, то весь мир был бы без зуба и без глаз, потому что есть понятие, когда человек совершает какую-то ошибку, и вот эта ошибка, она под воздействием разных факторов, которые он не всегда может контролировать. Что его за этого наказывает, точно так же, какую ошибку он совершил, это не всегда верно. Поэтому в данном случае по-разному вы можете к этому относиться. Кшатрии в древности воспитывали именно так, что око за око, зуб за зуб, потому что они не должны были понимать самой сути. Они должны слепо следовать определенным предписаниям, которые брахманы сверху сбросили. То есть брахманы сказали, вот такой закон оставили наши предки, следуйте туда. И они кшатри начинают следовать в этом направлении, потому что выгодно тем, кто сидит выше, контролировать тех, кто находится ниже. Поэтому такие вот законы так называемые спускались. Но по факту, еще раз повторюсь, если вы попробуете понять, что событие, которое перед вами разворачивается, вы сами являетесь причиной этого события, вы поймете, что виноват не всегда тот, который вам наступил на ногу. Глубже гораздо нужно смотреть. Тогда, возможно, вы сможете прервать ту кармическую цепочку кармы, которая рядом с вами разворачивается. Если у вас есть возможность не сделать в кавычках «справедливое зло», то вы устраняете на будущую причину совершение этого зла. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!